здравствуйте очень всегда я рада что так много людей и одновременно волнительно что так много людей с одной стороны очень вам благодарна тем что вы интересуете детской психологии действительно либо вы как родители интересуетесь или как детские психологи это всегда очень отрадно но всегда трудновато мне выступать сколько бы я не проводила всяких лекций всегда волнуюсь но постараюсь видите я без каких-то дополнительных что ли развлечений надеюсь развлекать вас текстом собой обычно когда начинаю говорить о детях все равно говорю эмоционально так или иначе надеюсь вас увлечь этим итак мы с вами говорим о сепарации самостоятельности и действительно как ни странно тема это относительно новая потому что может быть еще лет пять назад я же сама говорила о том как важно замечать ребенка заботиться ребенке вообще видеть в нем ребенка то есть тренд может быть еще 5-7 лет назад был о том чтобы вообще заметить в ребенке ребенка но за последние может быть там 7-10 лет так все заметили и так много внимания теперь к детям что мне кажется ситуация пора значит отшатывать в другой край потому что очень много мам сейчас могут позволить себе не работать они сидят дома и очень много семей сейчас организовывать совершенно детоцентрированных когда все крутится вокруг ребенка да абсолютно ему не только разрешается быть ребенком но и в каком-то смысле он начинает вертеть всей семьей и в каком-то смысле с одной стороны он выполняет такую взрослую функцию управлять целой семьей с другой стороны могут иногда оставаться достаточно инфантильным зависимым таким требовательным и и так далее и поэтому нам уже я так чувствую что в тренде пора разговаривать о том как все таки помогать ребенку расти то есть делать акцент не на том как не взрослить ребенка но о том как помогать ему расти чтобы он постепенно превращался взрослого и не задерживался в этой слишком детской роли у многих отцов идея вообще отпускать детей сепарировать развивать их делать из них взрослых людей не вызывает вообще никакой проблемы то есть отцы так как я за ними наблюдаю чаще всего они как раз хорошо видят рост ребенка готовы чтобы он побыстрее повзрослел и так далее но в отличие потому что это определено его ролью на самом деле отец во многом отвечает за развитие скорее матери это те люди которым нужно прилагать определенные усилия специальные для того чтобы отпускать детей и для того чтобы видеть в ребенке то как он растет потому что мать по архетипу скорее и вообще по типу по социальной роли это человек который очень включен в ребенка очень отвечает за его какой-то комфорт безопасность я говорю о сути матери да понятно что реальные матери могут быть абсолютно разные и реальные отцы тоже я говорю скорее об архетипе символе матери да и как правило мать она рождает младенца она вот его берет на ручки прикладывает груди и ее бы воля она бы не отрывала вообще да он растет он развивается у него появляются ноги которые ходят зубы которые кусают она бы не отрывала бы его от себя да и обычно у матери текст такой идет о том что ой споткнется ой простудится ой не надо ой давай посиди ой не лезь ой не трогай и не надо бы сажать на велосипед да отец на чаще всего наоборот говорит пусть попробует пусть пойдет пусть сядет пусть делает и так далее поэтому на самом деле проблема сепарации проблема самостоятельности эта проблема обоюдная и для той и для другой роли для отцовской для материнской сложность нашей истории в том что наши отцы они обычно где вот здесь есть несколько мужчин четыре по-моему или пять они вот здесь редкость большая да вот они вот на лекции под детской психологии может они не отцы конечно может детские психологи не знаю но по крайней мере все-таки редкость обычно наши отцы где на работе конечно и мать которая берет вот этого своего младенца особенно если у нее тоже есть мать которая там присутствует да то они обычно объединяются начинают там щу-сюкать му-сюкать значит за щечки за ручки и и вообще собственно волей-неволей они оттесняют этого человека под названием отец от ребенка но конечно не так перепеленного это ли там не так одевать подгузник он дебил понимаете он не может нормально одеть подгузник он не так его надевает а он не так дает бутылочку он не так значит носит говорит делает все и конечно не каждому отцу удается побороть эту пару под названием мать ребенка и бабушка и отстоять свое право быть возле ребенка и даже возле младенца действующей единицей но если они его от 2 им удалось они отодвинули а он не стал бороться он подумал и правда что да на работе лучше я туда прихожу мне никто не говорит что все не так делаю и я какой-то без руки без ноги и без головы там и так далее конечно ему выгоднее быть там где его так сильно не критикуют и он если не борется то скорее отстраняется от воспитания теряет связь у него не возникает привязанность как вы понимаете мужчинам и так они же грудью-то не кормят и мы так не очень просто почувствовать привязанность к ребенку они его чувствуют если только начинают реально таскать на ручках купать кормить но тоже участвовать вот в этом уходе а если его отстраняют то конечно он отдаляется не очень чувствует этого ребенка и скорее воспринимает его как конкурента как того кто отнимает внимание женщины оттягивает его на себя отцу неприятно и так далее но в принципе он какое-то время терпит да а потом начинает думать о том чтобы у меня же вообще-то была жена ну до рождения ребенка у меня была жена она была в постели со мной она вообще-то обо мне заботилась где она вообще я ее потерял он начинает бороться за то чтобы жена вернулась и и понимает что для этого ребенок должен спать отдельно в кроватке для этого она должна хотя бы чуть-чуть развернуться к нему к мужу они все время сюсюкать с этим младенцем он пытается бороться за возвращение жены себе с разной степени успеха отчасти женщина некоторые женщины это воспринимает как необоснованную ревность про то что что тебе надо я тут и так вся в ребенке включена еще сейчас за тобой что ли ухаживать но по факту отец делает правильные вещи он разлепляет эту слиятельную пару и как бы уводя жену хотя бы чуть-чуть ее переключая на себя он помогает ребенку оставаться самим собой и хотя бы чуть-чуть приобретать какие-то навыки хотя бы даже навык кричать ну если папа куда-то увел маму дальше что младенец иногда может сделать ну поорать погромче хотя бы то чтобы мама вернулась то долго они там не смогут отсутствовать если он будет кричать но тем не менее ребенок развивает навык что-то делать для того чтобы у него что-то было иногда кричать потом там ползать ходить говорить и так далее целый репертуар но если мама абсолютно включена поглощена ребенком слита с ним то у ребенка особенно нет мотива развивать какие-то навыки вы наверное тоже если специалисты замечали как у некоторых таких включенных матерей дети иногда и не говорят но зачем ему говорить он там не промычал и мама все поняла да что ему надо пописать потом поесть потом еще игрушку любимую то есть из одного уже возгласа она там поняла все что он хочет зачем ему говорить да зачем ему развивать этот навык речевой совершенно не нужно ну и так далее поэтому если мама а если она включенная очень нравится чувствовать себя такой значимый она же там великая она угадывает она все делает в обществе очень одобряется у нас материнство да то есть если она абсолютно в него включена она вот хорошая мать на хорошо себя чувствует да ей как будто бы ну нет необходимости отлипать от него да она бы так в общем и залипла и водила бы его и носила бы на ручках его еще долго долго там пока в школу не пойдет поэтому в деле взросления огромное значение имеет отец потому что он сначала бессознательно разбивает вот эту слиятельную пару а потом уже сознательное если вы слышали может быть ваши мужья и или ваши отцы они говорили все время пусть попробует пусть сделает пусть пойдет или например отец иногда говорит вот так все мы идем поход в поход или мы покупаем ему лыжи и мама горит какие лыжи на дворе мороз вообще какие лыжи нет он упадет сломает ножку никаких лыж или горные тем более горные лыжи боже нет что там все ноги ломают нет отец говорит поехали сын и он учит ребенка сталкиваться с миром преодолевать какие-то трудности бросать отвечать на вызов какой-то на какие-то сложности и мама при этом значит что она делает сидит дома проклинает мужа кусает локти и сидит на телефоне и ждет когда ей позвонит скорая скажет что все умерли все они конечно там не справиться вместо этого они приезжают слышь розово щеки довольные счастливые потому что у отца есть ощущение что сделал что-то отцовское важное а у сына есть ощущение что я сделал что-то тоже я преодолел мой папа мной гордится или я научился кататься плавать или я что-то научился делать и все страшно довольны и в это время что чувствует мама она чувствует да тревогу покинутость ревность что что они то есть могут обойтись без меня да вот им сейчас там двое было хорошо пока этот локти кусала и конечно она может бессознательно опять давать ребенку послание ой нет нет он маленький если он не дай бог еще через три дня или неделю значит у у него начнется насморк она скажет вот видишь с укором это все из-за твоих лыж я же говорила какие лыжи больше никуда не ездим сидим лечимся дышим над паром и ну таким образом в каком-то смысле иногда мужчины женщины начинают бороться мужчины начинают кричать ты его балуешь ты лишь бы сюсюкать ты значит клуша или ну давать какое-то послание о том что ты его инфантилизируешь вырастет инфантил лентяй и так далее она кричит ты строгий ты грубый ты опасные для него в общем и так далее и и когда у них возникает конфликт да никому от этого не хорошо потому что по факту она не клуша а он не грубый просто она мать а он отец и она делает материнское а он делает отцовское и им бы не конкурировать а как-то примириться и сказать окей давай ты милая будешь к вахтать щупать лобик и давать ему парацетамол а я буду лыжи намазывать ему да и учиться кататься на велосипеде и отведу учить английский и буду спрашивать за уроки и буду думать о его будущем а ты в это время можешь спокойно на себе вязать ему шарфик там или покупать очередные тепленькие носочки и когда они осознают что эти роли разделены и можно спокойно жить конфликтов не бывает сложность бывает в том что а если у женщины нет мужчины нет пары и она растит ребенка одна как ей тогда быть как вы понимаете есть становится довольно сложно если у нее есть ресурсы то есть если у нее есть там бабушки тети родственники много кого она может достаточно сильно уйти вот в эту захватывающую материнскую позицию да он же у меня один особенно если это мальчик да я вот сейчас выращу его на свое усмотрение ведь все мужчины подлецы а я сейчас выращу не подлеца который меня не покинет который будет ко мне хорошо относиться слоба грубого не скажет и будет всегда с мамой и тогда есть большие риски конечно что она его инфантилизирует он психологически не будет развиваться конечно он физически будет развиваться интеллектуально тоже пойдет школу получит паспорт может быть женится если повезет ну может и не женится конечно потому что мама же не одобрит его невестка как вы понимаете поэтому есть риск конечно такой инфантилизации другой стороны если мама которая растит ребенка одна не ресурсе то есть она вынуждена опираться только на себя то как правило все равно надо как-то работать зарабатывать деньги она разрывается между работой и ребенком здесь конечно сложность чем в том что мама все равно вынуждена совмещать две роли и материнскую отцовскую она понимает что на ручках она его не протаскает до 18 что у нее еще работа тучи дел ему ну ей нужно чтобы он все-таки вырастал потому что это довольно тяжело такая большая нагрузка когда ты одна и и быть с ребенком и тогда она вынуждена совмещать отцовскую с материнской роли и она то ему говорит ну-ка садись учись ну-ка иди на английский а то как твой лобик там и и вообще смотри не заболей и ее разрывает и ребенок не понимает тогда что это за объект что ждать от этой матери то она то ли она начнет ругаться про английский то ли она сейчас нежно начнет трогать лобик да и совершенно тогда непонятно ему что ждать и довольно сложно и матери ребенку в этом случае обычно женщинам одиночкой я говорю что ну конечно вы можете быть ему выполнять отцовские функции вообще-то отец из вас никакой ну так по факту да но все равно отцовские функции выполнять вы можете но гораздо лучше если все-таки вы пойдете к психологу начнете разбираться с тем почему вам так трудно быть в паре с реальным живым мужчиной и лучше вы его себе найдете реального живого мужчину потому что если это даже не отец ребенка а просто ее партнер муж новый партнер да то он все равно может вполне хорошо выполнять отцовские функции по отношению к ее ребенку и поэтому конечно лучшее что может сделать мать-одиночка это найти себе пару чтобы она нашла адекватную пару они очередного козла как ей может показаться да есть сначала желательно все-таки пойти к психологу немножко переработать этот опыт неудачу в прежнем браке или в прежнем союзе для того чтобы понять что там не получилось что не срослось что было трудным и тогда гораздо большей степенью вероятности она найдет мужчину хорошего создать неплохие отношения и он будет большой поддержкой ее ребенку сепарация это не только развлечение такая дифференциация матери ребенка да если пара слиятельная иногда они вообще не очень хорошо понимают где заканчивается ребенок и начинается она ну там вы знаете они говорят там мы и мы поели мы поспали мы в туалет сходили мы двойку получили там и так далее то есть или там приходит иногда и говорит да вот вы знаете мы писаемся я говорю одновременно были как-то может все таки кто-то один но то есть настолько и даже в речи звучит сильная неразделенность да непонятно где заканчивается один и начинается другой но на самом деле сепарация это еще и постепенное взросление находясь рядом с родителем когда когда а это я про уже скажу значит как помогать ему взрослеть к этому приступим собственно наблюдать за тем что находится в зоне его ближайшего развития и помогать развивать этот навык это непростая это прекрасная теория от выгодского но непростая практика потому что чтобы нам видеть и замечать что что ребенок сейчас уже готов развивать в себе этого надо быть довольно включенным в него видеть его хорошо понимать его хорошо и при этом еще убирать свои проекции на него да потому что в отношениях с ребенком очень много диктуется нашим прошлым опытом тем как воспитывали нас и мы можем волей-неволей эту какую-то проекцию на ребенка помещать это мешает нам видеть его реальным это правда непростая задача нам все время что-нибудь мерещится про нашего ребенка это очень часто происходит даже вот на примере может быть мой ребенок давно вырос я сейчас у нас растет внучка чудесное существо и я замечаю я и мой муж мы приходим мы очень включенные бабушка с дедушкой и абсолютно мы говорим про разные и видим разные вещи он говорит он явно большая мать чем я я какую-то отцовскую функцию как будто бы выполняю он говорит не надо ее заставлять ты видишь ей тяжело ты видишь она и так сама много старается что ты я говорю ты вот прям меня сейчас детского психолога обвиняешь в том что я что-то значит напрягаю нашу прекрасную маленькую девочку а вот ему все время мерещится что я напрягаю ребенка ну вы понимаете что сильно вряд ли что я там напрягаю ребенка но один раз подставил ей ручку чтобы она поползла побыстрее ну опору да по дну зачем ты заставляешь ее ползать ей рано говорит он я заставляю это вот собственно это картинка про то как работает проекция ему кажется что все время я ее взрослю а мне все время кажется что он ее как-то не то что балует он ее как будто от всего оберегают вообще много тревоги от всего оберегают вот она сейчас напряжется проползя там лишние три миллиметра и я и мой муж у нас много лет психотерапии много я поражаюсь как эти проекции вот немедленно накладываются на младенца тут же и и все это не помогает я только с трудом это отлавливаю гривой нет это ведь наше наше это вот ребенок вообще ни при чем она там вообще живет своей жизнью это все наши фантазии об этом и тем не менее как это трудно сделать это звать свои проекции второе иметь развивающую среду развивающая среда это конечно не только чтобы вас дома были фломастеры книжки развивашки пластилин или там фортепиано не только это хотя понятно что неплохо если у ребенка есть разный набор каких-то там инструментов но скорее чтобы вы были развивающей средой для нее то есть многие родители говорят я им все время подсовываю книжку я им даю много книжек у нас дома много книжек и он совершенно не читает я говорю а вы сами читаете ну то есть совершенно понятно что их досуг примерно так что происходит они приходят с работы садятся возле телевизора или возле компьютера или в телефон после приготовленного ужина и говорят наш ребенок ничего а после этого они в это время ему а ты садись за книжку почитай кстати мы же даже сходили с тобой магазин ты выбрал ту которую ты любишь пока они будут сидеть в телефоне или в телевизоре он типа будет читать книжку он не будет читать книжку конечно есть дети которые там с младенчества очень любят книжки и могут читать при любой обстановке и не важно что делают родители все окружающие они будут читать и и я такой была но часть детей которые может быть не очень заинтересованы там в книжках и сейчас понятно дети тоже любят телефоны и тоже любит youtube да но они в общем все равно растут на моделях и скорее если дома читают обсуждают книжки читают вместе то ребенок гораздо вероятнее будет читать не факт но вероятность повышается если оба родителя или хотя бы один из них тоже учится тоже развивается тоже чем-то интересуется расширяет область своих знаний то ребенок это тоже будет воспринимать как норму он будет горит ну да наверное это интересно так взрослые делают и тоже будет хотеть развиваться поэтому ошибка родителей конечно традиционная когда они сами этого не делают но активно его пичкают какой-то деятельность развивающийся да и такая классическая мама которая ничем не занята только тем что водит его по кружкам и значит возмущается почему он во всех кружках быстро теряет интерес ему ничего не интересно да хотя сама она как личность она давно превратилась функцию в обслуживающую фигуру своего ребенка да только делать что возит его там по графику в разные места и конечно это не очень для ребенка позитивный пример поэтому если вы сами будете развиваться и сами увлечены вовлечены то гораздо больше вероятности у дети тоже будут увлекаться будут брать вашу модель следующая третье в случае если ребенку трудно страшно волнительно тревожно то важно не откатывать назад и не говорить ой ему слишком страшно ой он напугался там ездить на велосипеде или ой ему тяжело там не знаю математика или еще что то важно не откатывать назад иначе мы тогда обучаем его чему тебе стало сложно пасуй до отходи назад а важно поддержать его в том чтобы он все-таки сделал шаг просто возможно ему нужно чуть-чуть отойти назад и сделать шаг меньше чем и чем мы от него требовали сначала да то есть мы можем говорить ну да это трудно тебе сложно не получилось первого раза просто давай попробуем еще раз может быть нужно еще какой-то чуть-чуть навык подучить да или как-то просто поддержать ребенка в том что с первого раза правда не получается хотя очень хотелось бы здесь некоторые родители говорят о том что ой наш ребенок так злится он так нервничает когда у него не получается или он испытывает поражение какое-то но там он пытается складывать кубики у него не получается пирамидка рушится или что-то не происходит и он начинает кричать плакать вообще вопить и ну там родители пугаются или кричат в ответ ну то есть что такое делают но в общем если ребенок эмоциональный то эта реакция естественно можно подумать вы бы не вопили да вот но вы начинаете что-нибудь закручивать да какую-то там тяжелую резьбу вас рваются ключи все валится в этот момент как будто бы становитесь такие дзен или о ой надо же не получилось нет наверное вы тоже может быть даже не цензурно выражаетесь что-то швыряете вас это злит то есть вот эта реакция она конечно закономерно да вот как-то разозлиться может быть раздосадоваться как-то проораться да ну а потом взяться и делать иного и поэтому когда дети делают то же самое не надо не пугаться не знаю не кричать в ответ не говорить ну тогда не делай ты свою пирамидку раз ты так орешь да надо делать да надо делать расстраиваться если не получается исправлять и делать и таким образом в конце концов получится тогда мы транслируем ребенку что если у тебя не получается можно порастраиваться кто-то там тебе поможет у утешит услышит и мы пробуем еще раз и в конце концов получается если не получается совсем да ну например ребенок ходил на танцы и и у него не получается не получается не получается вы там не берут дальше или не берут на какие-то соревнования и вы тоже видите что не получается да то тогда можно иногда поговорить с ним о том сказать слушай ну видимо ты любишь танцевать но давай уйдем с тех танцев которые про соревнования но мы ты можешь просто танцевать просто найдем танцы где люди танцуют они готовятся каким-то выступлениям на сцене на соревнования то есть ну не для оценки а просто ради процесса ты будешь это делать ради процесса хочешь танцевать танцуй ну вот уйдем тогда из среды где нужны достижения иногда тоже сказать что ты ты может быть у тебя не есть дети более талантливые в танцах но ты это можешь делать просто потому что ты любишь это делать ну потому что у нас наверно там 80 процентов людей поют в ванной да когда моются но на шоу голос попадает там совсем маленький процент это не значит нам надо перестать петь в ванной да мы можем петь просто не надо ходить на первый канал следующее четвертое важно помнить что важно преодоление сложного в рамках выполнимого и это преодоление сложного в рамках выполнимого дает ребенку ощущение собственной силы то есть условно говоря когда задача по силам но немножко трудно и ребенок это преодолевает у него возникает ощущение собственной силы собственной устойчивости я могу я способен а вот дальше самое сложное как это определить то что ему по силам и немножко трудно да но обычно если мы посмотрим то ребенок малыш по крайней мере пробует это делать он куда-то залезает ему бывает трудно не может залезть но ему там ужасно интересно что в дальнем углу лежит это вот я прям сегодня видела бегая между одной лекции другой успела забежать внучки видела как вот у нее есть цель да это она что-то перебирается кряхтит да вот у него мотив есть и есть сложно но потом она раз так и встала да какой-то вдруг у нее приобрелся навык и она стоит типа я стою смотрите вообще мир с другого ракурса там как круто да поэтому когда ребенок все-таки что-то преодолевает и осознает что мы открылись новые возможности это наполняет его уверенностью силой и у него возникает ощущение что и я дальше могу да то есть снова какую-то трудную задачу попробую решить если ребенок сталкивается с очень трудной задачей к примеру да которая пока ему не по силам то мы эту трудную задачу или разбиваем на более мелкие чтобы он все-таки мелкую мог воплотить да но он не не знаю не может забраться на всю горку на всю лесенку она высокая ступеньки далекие да но мы можем сказать пока на всю горку тебе трудно забраться но на первые две ступеньки можешь да и мы можем помочь ему забраться на первые две ступеньки может это конечно пока не так прикольно потому что с горки все равно нельзя скатиться или мы можем найти горку поменьше да для того чтобы это была более выполнимая для него задача, чтобы он мог таки забраться на неё, скатиться и получить какое-то удовольствие, осознание, что я могу. Поэтому на самом деле почти каждый отец это чувствует. Он чувствует, что не надо уберегать ребёнка от трудностей, особенно мальчика, что это плохая идея. А причём мать-то готова была бы уберегать от трудностей. Ой, страшно, ой, не езди, ой, простынешь, ой, не надо. Он говорит, надо, пусть идёт. Часто отцы являются инициаторами того, чтобы ребёнок сам первый раз прошёл от школы до дома, например, или что-то такое сделал, что раньше не делал. И, в общем, его какая-то, может быть, уверенность и часто помогает матери преодолеть эту тревогу, потому что ей бы что хотелось. Ей, конечно, раньше не хотелось бы испытывать тревогу. Лучше она будет сама за ручку водить, знать, где он, и вообще всё мониторить, да, и быть спокойной. То есть не испытывать материнской тревоги. Но, как бы, отец благоразумно говорит, а когда он научится сам, ты что, будешь его до 16 лет в школу водить, да, до старших классов, в 16 приведёшь его за ручку, да, когда он там ЕГЭ будет сдавать. И матери как будто не видно этот порог, а когда же начинать, когда, в каком возрасте можно сказать ему, давай ты этот путь пройдёшь сам, к примеру, от школы до дома, если там нет каких-то особенных опасных дорог и так далее. Следующее. В сложных ситуациях отдельно стоит обговаривать условия по безопасности и возможность обратиться за помощью. То есть обговаривать условия по безопасности и возможность обращаться за помощью. Например, когда он первый раз пойдёт от школы до дома. Естественно, что мы делаем? Мы ему всё описываем, да. Мы описываем, у тебя вот впереди столько дорог, здесь переход, здесь светофор. Значит, ты позвонил, тебе по телефону вышел, когда из школы, да, ты позвонил, когда дошёл, если нас дома нет. В случае, если встречаются незнакомые люди, делай что-то, да. Если потерялся, делай что-то. У тебя должен быть заряжен телефон и должна быть кнопка, или ты лучше наизусть должен знать телефон мамин с папой, по которому позвонить, или бабушке, да. То есть мы обучаем ребёнка, как обходиться с этой новой, там, небезопасной для него ситуацией. Если мы всё это сделали, и он прошёл первый раз, понятно, что всем волнительно, ему тоже, нам тоже, да, но потом прямо видно, как у детей распрямляются плечи, да, как вот он сам дошёл, он теперь может ходить, он чувствует свободу, он чувствует, я взрослый, это его там наполняет. А в это время мать что чувствует? Тревогу. Стоит возле окна, думает, не идёт, не идёт, смотрит на телефон, вот уже две минуты, как должен был позвонить, не звонит, что ж такое. Дальше, ну, особо тревожных, конечно, начинаются рисоваться картины, самые ужасные, всё уже расчленили, нашли там, увезли на органы и так далее. Но по факту, понятно, что всё может случиться, но на самом деле, чем более чёткие у ребёнка инструкции, тем лучше он действует в ситуациях даже каких-то экстренных. Почему? Потому что инструкции должны быть вбиты в голову, потому что, когда случается экстренная ситуация, у ребёнка должны быть прямо штампы в голове. Набрать, позвонить, не отвечать там незнакомым, кричать такой-то текстом и так далее. То есть, когда есть инструкции, всё, даже в ситуации стресса мы можем действовать по инструкции. Для этого они должны быть у родителей в голове. Ну, или, по крайней мере, ну, можно посмотреть, сейчас много, немного, я точно знаю, делают фильмы «Ребёнок в городе», про детскую безопасность и так далее. Если вы не знаете, как Людмила Петрановская, что делать, если в книжке тоже можно с детьми почитать. То есть, всё это можно обговорить. Все ситуации, такие какие-то критические, связанные с самостоятельностью. Следующее, что ещё нужно? Очень важно справляться с родительской тревогой перед «опасным» миром. Ну, и без кавычек опасным. Понятно, что если мать охвачена тревогой, чаще это мать, иногда отцы, но чаще матери, то и она не в состоянии с ней справиться, она не в состоянии её переработать. То её тревога, во-первых, будет наполнять ребёнка, потому что тревога отлично эвакуируется из одной психики и помещается в другую. То есть, она зарядит ребёнка своей тревогой. А когда ты тревожен, делать что-то новое, самостоятельное, это довольно плохая история. Много неуверенности, много страха, напряжения, и тогда есть риск неудачи. Поэтому, конечно, если у мамы много тревоги, лучше всего пойти на терапию, как-то с ней разобраться, окрепнуть, начать верить в себя, в ребёнка, в этот мир. Конечно, разные здесь есть люди, но, может быть, всё-таки мир не состоит из маньяков, убийц и всяких ужасных персонажей. И последнее. Помнить, что если вы как-то справились с вашей жизнью, то ребёнок, это всё-таки ваше генетическое продолжение, ну, скорее всего, он тоже как-то справится. Ну, вы же когда-то стали самостоятельным, стали ходить из школы, стали что-то делать, и, соответственно, ваш ребёнок тоже способен на это, если у него нет никаких каких-то, ну, я не знаю, особенностей физических или психических, которые, может быть, этому немножко препятствуют. Но даже таких детей можно многому научить, и они тоже могут расти и развиваться. Просто там будут какие-то, может быть, чуть больше ограничения. Что нужно маме, чтобы отпустить? Первое, конечно, не считать ребёнком центром материнской жизни и центром семьи. Для этого у мамы должны быть ещё другие значимые области в её жизни. Партнёр, мужчина, работа, хобби, она сама, увлечения, интересы, друзья. То есть что-то значимое, что её будет тоже увлекать, вовлекать. Потому что если у неё есть какие-то увлечения, она всё равно будет иногда говорить, Петь, давай сам, давай пробуй сам, мне нужно туда-то. Или говорить, а сегодня, Петя, ты побудешь с моей подругой или с каким-то хорошим, я надеюсь, человеком. Но побыть с подругой или хорошим человеком это ведь новое приспособление, это всё равно новый коммуникативный опыт. Потому что даже маленький ребёнок, он прям уже к году точно знает, как нажать кнопку у папы, у мамы, у бабушки, у дедушки. Все кнопки взрослых он уже знает, чтобы получить желаемое, как с кем обойтись. Новый человек это всегда новый опыт, который тоже развивает. И поэтому, если мама всё-таки там договаривается и может оставить ребёнка с хорошим человеком, ей хорошо, она пошла где-то, отвлеклась, наполнилась, что-то поделала или где-то развивалась. И ребёнок в это время тоже как бы развивался, особенно если они потом это могут как-то обсудить, будет всё прекрасно. Второе. Говорил уже про это. Строить отношения с отцом ребёнка, как с мужчиной и как с отцом, или мужчинами заменяющими. И поддерживать друг друга в отцовской и материнской роли. То есть не пытаться атаковать друг друга, а поддерживать. часто матери спрашивают и говорят о том, что с болью, говорят о том, что мужчины всё-таки обращаются к ребёнку уничижительно, унизительно, конкурируют как-то некрасиво с ним, ну, пытаясь вроде бы помочь ему развиваться. И здесь, конечно, такая история, что даже если вы слышите, как отец ребёнка говорит что-то ребёнку требовательное, может быть, даже грубое, даже в этом случае не стоит атаковать его позицию, говоря, что ты на него орёшь, что ты от него требуешь, он маленький, он не может, да, а скорее, как бы, поддержать и сказать, да, папа требует порядка, или папа хочет, чтобы ты это смог сделать, но, наверное, там, слушать, и когда папа так агрессивен, это не очень приятно. А потом уже поговорить с мужем и сказать, послушай, ну, всё-таки требования твои правомочные, но вот форма была унизительной, давай как-то договоримся не унижать наших детей, как-то про это обговорить, потому что, ну, действительно, мы выросли в стране, где унижение считалось нормой, там оскорбление считается нормой, и не все к этому чувствительны, но если поговорить, попытаться это обсудить, может быть, это будет как-то регулироваться постепенно. Третье. Развиваться и учиться вместе с каждым своим ребёнком. Те, у кого много детей, прекрасно понимают, что опыт с первым ребёнком, конечно, прекрасен, он поддерживает мать, кажется, ну, со вторым будет попроще, я уже всё знаю, как мыть, пеленать и так далее. Но почти любая мать обнаруживает с изумлением, что второй, третий, четвёртый ребёнок, совершенно этот опыт неприменим, потому что выясняется, что это совершенно другие дети, от матери требуются какие-то совершенно другие навыки. Этот был тихим, а этот кричит, тот был послушным, а этот требователен. И получается, что родитель с каждым своим ребёнком вынужден развиваться тоже. Если он развивается, то тогда семья скорее обогащается за счёт вот этого развития, а если родитель пытается, конечно, всех детей под одну гребёнку сделать из них каких-то таких понятных ему объектов, то, понятно, здесь развития нет, будет много сопротивления, недовольства, мучения и так далее, поскольку ребёнок всё-таки бороться будет за свою идентичность. Чтобы отец не говорил, ребёнок будет следовать какому-то своей структуре. Четвёртое. Разобраться по возможности со своим детским опытом родителю. Потому что, опять же, как я говорила, вот чтобы не навешивать вот эти проекции на ребёнка или хотя бы их минимизировать, или хотя бы их лучше осознавать и присваивать себе, в таком случае, конечно, мы отстаём от детей в самом хорошем смысле слова, в смысле не пристаём к ним. Мы перестаём приставать к детям, потому что осознаём, что то, что сейчас с нами происходит, происходит с нами. И тогда, может быть, не надо к ним приставать со своими тревогами, ожиданиями, волнениями и так далее. Хотя, конечно, совсем отстать от них мы не можем. Это совершенно понятно. Но, по крайней мере, мы гораздо меньше их тогда наполняем своим содержимым, содержимым своей психики. Следующий очень важный навык это уметь прощаться, горевать и отпускать. Есть люди, взрослые люди, у которых достаточно сложен этот навык отпускать, прощаться, горевать, потому что, например, в детстве так получилось, у них было много потерь или ранние потери или непроработанные потери. И потеря для них так тяжела, что они не отпускают детей, не дают им развиваться исключительно потому, что невыносимо переживать потерю. А на самом деле мы все время эту потерю, мы с ней сталкиваемся, потому что мы все время теряем. Вот он новорожденный, там, я не знаю, сколько там, полтора-два месяца новорожденный, потом он становится младенцем, и мы теряем вот эту новорожденность, а потом он становится из младенцев дошкольником, и мы теряем вот эту младенческую прелесть. Многие матери, которые осознают, они говорят, как так, вот он уже вырос, он человек, он уже там ходит, говорит, а как же вот эта вот тутусечка, которую я таскала на руках и держала возле груди, это же все потеряно навсегда, пупсик потерян, где? Вот теперь он ходит, у него кризис трех лет, и он говорит, не хочу, не буду, и все швыряет, верните мне того младенца. Но потом она как-то смиряется с тем, что ему три года, а он бац, уже вырастает, и вдруг идет в школу, и она говорит, как в школу? Ну ничего себе, вот он уже там целый день, полдня проводит без меня, а потом очень быстро, раз, и он эту школу заканчивает. И она сидет, идет и рыдает на выпускном вечере, потому что как заканчивает? Я же только что стирала колготки, нужно заканчивать школу, как это может быть? И на самом деле, если мы это осознаем, и можем про это печалиться, горевать, плакать, печалиться, горють, плачут, про это в основном матери, вот если вы заметите, на выпускном плачут, плачут матери, на свадьбе плачут матери, отцы что-то не плачут в основном, да, а более того, они даже как будто не очень понимают. Я помню, как мой ребенок заканчивал школу, я целую неделю ходила, я там все время плакала, и мне так грустно, и мне муж говорит, что платишь-то? Ну подумаешь, ну хорошо же сейчас в институт пойдет, я говорю, ты не понимаешь, это же детство закончилось, все, и вот просто была безутешна. Ну и на свадьбе я, конечно, плакала, как вы понимаете. И в общем, это какая-то бесконечная череда потерь, но именно потому, что я позволяла себе ее плакать, пусть даже никто меня поймет и не утешит, ну муж нет, но есть же подруги, есть другие женщины, они-то меня понимают и так далее. Я могу это проплакать, тогда я могу отпустить и увидеть его в другом возрасте, да, потому что, если я не могу про это поплакать, я пытаюсь бессознательно его удержать в том возрасте, который я не хочу отпускать. И поэтому уметь горевать про это, плакать, неважно поймут вас или нет, найдите того, кто вас поймет, это очень важно, это очень помогает все-таки матери с этим справляться. Следующее. Сепарацию родителям еще нужно уметь выдерживать, потому что сепарация сопровождается довольно сложными и сильными чувствами. Во-первых, протестной агрессии, причем агрессия с той или другой стороны. И любой сепарационный кризис ребенка, который дети проживают год, три года, семь лет, подростковый возраст, все равно это сопровождается агрессией. Почему? Потому что иногда отлепиться, отделиться, сделать еще один шаг в сторону, подальше от часто невозможно без агрессии. И поэтому нужно быть готовым к этой тоже протестной агрессии. Причем ребенок это часто делает агрессивно, в зависимости от возраста, по-разному. Но и родители на это реагируют агрессией, особенно если он к ней не готов. У мамы это часто такие пассивно-агрессивные формы. А ты подумал о матери? Ты опоздал на полчаса, я вся извелась. Или всю жизнь тебе отдала, а ты... Ну, разные всякие есть варианты, в которые мама злится в такой пассивно-агрессивной форме на то, что ребенку сейчас интереснее не с ней. Вот кошмар. Не с ней. А в какой-то дружеской компании уже своей, да, он хочет поехать в путешествие, хочет поехать не с ней. Это вызывает, конечно, много боли, обиды и агрессии в том числе, которую нужно уметь переваривать. Это трудно. Второе, это сепарационная вина. сепарационная вина, конечно, у того, кто отделяется, как правило, у ребенка. И опять же, она даже будет в том случае, если мама не будет сильно педалировать эту ситуацию, сильно страдать, да, но если мама еще и страдает, ну, то есть, ребенок понимает, что он уходит куда-то в свою взрослую жизнь, женится, поступает в институт, куда-то уезжает, и он оставляет мать одинокую, у него нет ни друзей, ни партнера, ни интересов, она там что-то валеет, страдает, вот как уехать от такой матери, да, ну, это почти невозможно, либо ребенок уезжает с огромным чемоданом вины, как вот я посмел уехать, мама одна, как она теперь будет, что я за сын такой, или там за дочь, и так далее, это очень и очень трудно. Если послание от матери, если ты уйдешь, я точно разрушусь, моя жизнь будет разрушена, я не выдержу, или я тебе все отдала, жизнь, а ты, ну и так далее. Если еще есть, конечно, такие послания, то либо ребенок не уедет вообще, ну, так, все равно, он может даже жениться, но к маме быть на связи по четыре раза в день, там, ты покушал, ты доехал, ты там шарфик надел, там, и так далее, да. либо он отделяется, но носит в себе очень много вины, с которой, конечно же, трудно жить, как я все-таки посмел уехать, и там, мама одна, и так далее. Но если мама остается не одна, она остается с папой, или с мужчиной, если они, при этом у мамы есть там работа, увлечение, хобби, да, то тогда ребенок спокойнее оставляет, мать, у него меньше вины, ну, потому что, окей, им там хорошо, они поедут там, не знаю, в Грузию, в Италию, будут куда-то на дачу, в конце концов, а я поеду учиться в другой город, и ему тогда легче пережить вот эту сепарационную вину. Следующее сложное чувство, это сепарационная тревога. Это тоже естественное, но довольно сложное переживание, потому что, когда ребенок, например, заканчивает школу и уезжает в институт, ну, вы большинство здесь сидящие наверняка живете в Москве, не знаю, в какой институт ваши дети уезжают, ну, может быть, за границу. Раньше в мое время все уезжали в Москву. Я сама из провинции, я уезжала в Ленинград учиться. Мое первое образование было в Ленинграде. И, в общем, безусловно, это тревожное событие. Я девочка из маленького провинциального города. Мне надо ехать в Ленинград, в котором я никогда не было в Ленинграде. Я понятия не имею, как я там справлюсь, поступлю ли я вообще, смогу ли я там как-то адаптироваться. Это довольно много тревоги, переживания, но 16 лет, много задора, много желания все-таки уехать из этого маленького города, и я уезжаю. Но когда мне в чемодан положили еще много родительской тревоги, ой, ты такая у нас домашняя, ой, ты не справишься, ой, ты такая тихая, ой, ты не умеешь себя защитить. То есть, если от родителей дано очень много посланий про то, как ты не можешь, не умеешь, и так далее, то, понятно, симпатационная тревога возрастает в разы, потому что и так, в общем, тревожно. А если тебе еще с таким, в такой багаж положили с собой, то, в общем, еще тяжелее. Поэтому симпатационная тревога я часто, так же, как симпатационную вину, вижу у взрослых людей. Потом это выражается в том, что если они ее не прожили вот как-то в детстве, когда они симпатировались, отделялись, она потом проживается во взрослом возрасте в виде каждый раз нового шага. Например, человеку нужно уйти с государственной службы, он хочет там организовать свой бизнес или уйти в самозанятые, его охватывает дичайшая иногда тревога и такая же как будто бы смутная вина. Звучит это иногда так, ну как я брошу этот коллектив, как я подведу этого начальника, как я же не могу уйти, при этом на работе платят мало, все разваливается, уже не хочется, человек чувствует потенциал. Но вины море, причем какой-то вот такой вот невнятный из разряда, вот я как будто виноват там перед всеми, как будто всем должен. Меня же когда-то взяли на работу, я говорю, ну окей, вы там 10 лет проработали, вас взяли, и вы вообще-то поработали, стали суперспециалистом. Ну вот понятно, что вот эта вина не про актуальную ситуацию, она по прошлому. И я в таком случае спрашиваю, а как вы отделялись, когда вам было там 16-18, как это происходило в вашей семье, винователи ли вас как-то дополнительно, и часто в том возрасте мы находим много ответов. Ну и то же самое про тревогу. Они говорят, я не справлюсь, как я справлюсь без этой государственной организации, где мне платили зарплату, а теперь я на больных хлебах, что же я специалист, мне, наверное, никто не придет, денег не будет, все умрут, все, да, как бы я еще пять лет посижу на этой государственной работе. То есть потом сепарационная вина и тревога, конечно, все равно проявляются в нашей жизни каждый раз, когда нам нужно сделать шаг к развитию, шаг по направлению к чему-то новому, к неизведанному, там, где мы не были. Все эти чувства будут возникать. Ну и еще два чувства, которые, конечно, возникают при сепарации, страхи, тут с этим все ясно, страхи отпускать детей, страхи, как мы будем одни, как они будут без нас, тут все понятно, да. С этим тоже лучше проработать на терапии, потому что страхов больше, наверное, у тех родителей, которые там не верят в своих детей, у которых много своей тревоги, или у тех родителей, у которых был опыт потерь. Конечно, ну, например, если какой-то прежний ребенок очень больной или погиб, то иногда у тех, кто остался, у них либо нет шанса вообще сепарироваться как-то далеко от родителей, уехать, или как-то отделиться от них, либо, в общем, все будут охвачены каким-то страхом, что они и этого ребенка тоже потеряют. Это осложняет, конечно. Ну и про чувства, если говорить, печаль, потерь, горевание, про это я вам уже сказала, да, как важно это все проживать. Если все прошло хорошо, то у сепарированных детей есть какая-то вера в себя, у них есть благодарность и возможность возвращаться в родительский дом. То есть чем отличается нормальная сепарация от бегства. Бывает, если мы растем в неблагополучных условиях со своими родителями, нам с ними сложно, то мы от них убегаем, мы бежим от них, мы не хотим возвращаться, с трудом с ними их выдерживаем, с трудом с ними разговариваем. Это не является сепаратством, это бегство. И тот факт, что мы уехали куда-то за 3000 километров, 5000 километров, там на другой конец света, в другую страну, совершенно не значит, что мы психологически отделились от родителей. Просто между нами расстояние, но внутри нас очень много моделей и чувств привязанности, зависимости либо к реальным родителям, либо к моделям и так далее. Расстояние и бегство не определяет реальной взрослости и реального сепарационного процесса. Скорее, если мы работаем с теми, кто убежал, например, уже старшие подростки или взрослые люди, скорее, наша задача сначала все-таки разобрать, что было сложного, испытать привязанность хотя бы к объекту трансферентному, то есть к психотерапевту, и потом рядом с ним повзрослеть и отделиться. То есть, если вы убежали от родителей, как от трудных объектов, то ваша задача скорее осложняется тем, что сначала нужно найти тогда хороший объект, хотя бы видеть терапевта, привязаться к нему, вырасти рядом с ним, подрастить те какие-то части, которые не были подрощены, и уже отделиться. И хороший процесс сепарации как у родителей, так и в терапии, когда клиент или ребенок испытывает благодарность, безопасность, возможность вернуться, но, как вы понимаете, не в детство вернуться. То есть, выросший ребенок, он может вернуться в родительский дом, и ему не нужно уже ни материнских или отцовских возможно советов, не нужно, чтобы там, я не знаю, все делали за него. Может, ему надо просто иногда убедиться, что родители живы, здоровы, выпить с ними чаю, понять, что как бы они в безопасности, ни в чем особенно не нуждаются, поговорить о каких-то делах, может быть, о своих, может быть, о родительских, это кому как повезет, не все умеют разговаривать о глубоком, может быть, мама захочет поговорить о том, как соседка тетя Клава прекрасно тушит капусту, ну, окей, если мы взрослые сепарированные дети, мы можем поговорить об этом, подумать, ну, маме важно поговорить про капусту, хорошо, пусть расскажет, пробыть какое-то время, а потом снова идти к своим делам, к детям, к семье, к своим задачам и так далее, то есть мы не теряем связи с родителями, мы не забываем их, мы не ненавидим их, мы благодарны и можем возвращаться, можем помогать в силу своих возможностей и так далее, может, нам двери закрыть, шумно как, нет? я скоро закончу, будут вопросы, и тогда мы откроем дверь, чтобы нам чуть-чуть подышать, к чему может привести слишком раннее отделение или слишком раннее развитие? Когда происходит слишком раннее отделение, то есть слишком избыточно раннее взросление, есть таких два глобальных типа, если разделить их, тип номер один, это все равно так называемая слиятельная мать, суть ее в том, что она очень сильно включается в ребенка, как мы говорим, все вокруг него, все вокруг него, но в какой-то момент она довольно сильно устает, поскольку это сильное посвящение, сильное включение, и она может внезапно его покинуть, этого ребенка, ну как бы просто потому, что у нее в этот момент нет сил, силы закончились и так далее, и ребенок очень сильно фрустрируется, он как будто в один миг должен сделать все, что он не очень умеет делать, поскольку она все делала за него, а не учила это делать, вот классика тоже такая жанра, когда мама очень включена в ребенка, она все ему отдает, все делает, все делает, а потом, будучи, например, истощена, помирает, ему 20, она померла, и он оказывается абсолютно не приспособлен к жизни, условно говоря, он не знает, где в доме соль, он не умеет ничего готовить, он не знает, как платить в ЖЭКе, он понятия не имеет, там, я не знаю, как делаются какие-то простые дела, где в доме тряпка, ну, то есть он ничего не умеет делать, и это, конечно, колоссальный провал тогда для ребенка, он оказывается в вакууме, и это очень страшно, там разные бывают дальше сценарии, часть из них могут запить, и как бы для того, чтобы уйти из этой жизни в какую-то другую, там, нереальную, часть из них подбирают сердобольные женщины, ну, потому что там они могут где-то найти, увидеть, что дитя без присмотра тут ходит, да, и начать заботиться, ну, взять под опеку, будет у нее такой взрослый а-ля сыночек, но все-таки не одна, ну, то есть это, в общем, какая-то тоже вполне реальная ситуация, но все равно для ребенка, конечно, там травматичное, поскольку он проходит через вот этот какой-то вакуум, ну, и здесь даже вот это внезапное взросление, оно не взросление, в каком-то смысле, оно бросание, да, оно провал, а второй тип раннего взросления, это, конечно, когда ситуация неблагополучия в семье, когда кто-то из родителей пьет, или очень как-то непоследователь, непоследователь, аффективен, то есть он ненадежен, опасен, на него нет опоры, или это какой-то инфантильный объект, там какая-нибудь инфантильная мать, или неадекватно ведущий себя член семьи, отец или мать, да, то тогда ребенок понимает, что безопасности нет, опоры нет, то есть быть беспечным, играть и просто расти, развиваться невозможно, надо взять на себя контролировать, нести какие-то обязанности, держать это на себе, нести ответственность за то, пьет отец или нет, или бьет он мать или нет, или следить за мамиными истериками, пытаться их профилактировать и так далее, то есть это тогда какое-то раннее взросление, когда ребенок выполняет практически часто взрослые функции, не по возрасту, и тогда он, конечно, там вырастает, он может быть очень ответственным работником, он все там может уметь, его любят на работе, уважают коллеги, потому что он все контролирует, все будет помнить и так далее. Проблема только в одном, что у него, скорее всего, будут бессонница, психосоматические симптомы, сложности в отношениях, совершенно невозможность расслабиться, и так или иначе много неврозов, болячек, напряжений и так далее. То есть он, конечно, заплатит за это, в общем, своим тельцем, а также тем, что он, все равно в нем остался ребенок в каком-то возрасте, который недоразвивался, недополучил чего-то, и будут происходить ситуации, в которых он вдруг внезапно будет попадать вот в этого маленького ребенка, или ситуации тревоги, паники, страха, еще чего-то, где он, как будто будет совершенно непонятно, что ему делать, как ему справляться. Это довольно-таки трудная ситуация, поскольку для него еще это будет шоком, потому что он привык все контролировать, все уметь, все делать. Как так? Я там выпала, забыла ключи, я не знаю, не забрала ребенка, что-то произошло, я там не смогла сделать. Это, конечно, какая-то колоссальная вина, переживание, напряжение. Тогда она делает какой вывод? Надо еще больше стараться, еще круче контролировать. И это приведет, конечно, к дополнительным сложностям, напряжениям и так далее. И еще раннее развитие, конечно, бывает у нарциссически ориентированных родителей. То есть для них, если они опираются в основном на достижения, на соревнования, на конкуренцию, то, конечно, ребенок, это их нарциссическое расширение, они тоже будут считать, что ребенок должен непременно развиваться семимильными шагами, он должен знать шесть языков к пяти годам, я не знаю, к десяти ряды фурье или еще что-нибудь. И, в общем, желательно, конечно, метить на Нобелевскую премию. Жалко, что сначала ему надо вырасти и какие-то достижения в науке показать или в литературе. но, в общем, туда, путь его туда. И работа в какой-то, не знаю, самой знаменитой компании или в каком-то еще определенном очень статусном месте. И нарциссический родитель, конечно, будет достаточно сильно педалировать развитие ребенка и будет, к сожалению, без конца его сравнивать с другими детьми. И если окружение нарциссического родителя, оно часто тоже нарциссическое, то они будут подпитывать друг друга вот эту тревогу. А ваш-то что? А вот мой уже, не знаю, Шекспира в подлиннике читает. Потому что, боже, а мой знает там и кэта док, да, боже, какой кошмар. Но тогда чувствовать с английским у него не очень. Зато мой поет. Вы знаете, да, взяли вот его там куда-то, поет теперь, да, хотя бы в этом. Ну и так далее. И, конечно, ребенок с одной стороны развивается, у него много навыков, он ходит по всем кружкам, поет или знает математику или еще что-то делает, но все детское остается за скобками, да, там какая-то игра, веселье, дружба, беспечность, все это остается непрожитым, все это остается за скобками. Но, как бы, приводит это к чему? Что тоже такие часто у меня бывают клиенты, приходят 35, говорит, многого достиг, я уже топ в какой-то там компании, я уже все сделаю, яхты, газеты, пароходы. Только почему я так несчастен? Скажите, почему внутри меня такая зияющая пустота? Почему мне так плохо? И антидепрессанты уже не помогают. Что мне делать? Да? Ответ, потому что, конечно, у него нет самого себя. У него много достижений, поскольку достижение это то, что требовалось от родителей. И в одной своей части он чрезвычайно развит, а в другой какой-то своей части он просто очень маленький ребенок. Да? Он очень растерянный. Такой человек пришел и сказал, знаете, я не умею дружить. Вот. Очень высоковоставленный человек, очень детским голосом. Я хотел бы дружить. Вот. И это, конечно, с одной стороны, очень трогательно, с другой стороны, ужасно грустно. Потому что этому не было места в его жизни. Это большой какой-то пробел. И он это прекрасно чувствует. Надо ли специально развивать детей? Вот. Это тоже сложный такой баланс. Мы сегодня с вами говорим о сепарации и развитии. Но неизбежно нужно говорить о том, в том, чтобы не заразвивать детей. Да? Этот тренд тоже существует. Параллельно с инфантильным, с инфантилизацией, да, тренд гиперразвивать детей тоже существует. Важно, конечно, это, опять же, очень сложно. Хорошо в теории, трудно в практике. Отталкиваться не только от своих ожиданий, фантазий по поводу будущего ребенка, но, конечно, от него самого. А для этого хотя бы нужно немножко, важно там наблюдать за ним, как-то узнавать его. Дело в том, что родительский взгляд достаточно замылен. Да? Вот мы смотрим на нашего ребенка, мы его все равно видим через призму своих проекций. Иногда полезно, и я часто это рекомендую родителям, попробовать пойти расспросить о вашем ребенке какое-то ваше ближнее окружение. Ближнее, или можно даже дальнее, подруг, родственников, не с целью их экспертной оценки, а с целью расширения взгляда. Потому что там вам кажется, что он инфантильный, он не ленивый, он ничего не хочет, он там через губу с матерью разговаривает. Какой кошмар, в общем, какое-то безобразие. Вы можете спросить вашу близкую подругу, которая его хорошо знает. Она скажет, да ты чего, да твой Ванька, смотри, на самом деле он вот здесь делает, вот здесь делает, и здесь делает. Ну просто родительский взгляд это не замечает. И кажется, ну делает нормально, все дети должны делать, вот он и делает. А когда подруга это так разворачивает и говорит, смотри, как много он делает, кажется, ну, может, неплохо мой Ванька-то делает, а я-то думала, лентяй совсем. И так далее. Поэтому важно иногда как-то слушать, что говорят другие люди о вашем ребенке, учителя, психологи, родственники, там, тренер какой-то, кто-то, кто ведущий кружка какого-нибудь и так далее. Не с целью им поверить, еще раз говорю, потому что у них же тоже свой взгляд, свои проекции, фантазия у ребенка, а с целью немножко расширить картинку, понять, что ребенок может быть даже в разных ситуациях разными своими гранями поворачиваться, не потому что мы это там не видим, да, потому что он может быть совсем другим, когда он в секции, например, или когда он там в каком-нибудь кружке. Поэтому это полезно бывает составить какое-то свое представление и знание о нем. Что нам еще важно про развитие понимать, что в ребенке многое делает сама природа, и наша задача не пытаться изменять природу, не мешать ей. Природой заложен довольно сильный потенциал для развития, да, дети развиваются, мы можем затормозить это развитие, мы можем помешать ему, но в целом любой ребенок, как бы его внутренняя задача развиться, потому что, ну, с точки зрения, опять же, архетипа, ребенок – это семя, это потенция, которая должна превратиться в возможность, да, его задача – вырасти, и из-за того, что это потенция, довольно много в ребенке и силы, и интересы, и желания, да, как бы эту жизнь съесть, да, эту жизнь использовать. Но, конечно, мы можем приложить усилия, сделать так, что у него пропадет интерес, он потеряет связь со своей в этом, в этом смысле, потенцией, да, это зернышко можно там затоптать, это зернышко, этот росточек можно пытаться дергать, чтобы он рос побыстрее, ну, то есть, да, можно покалечить, да, но если, в принципе, догадываться, что есть еще природа заложенная, еще раз говорю, потенциал в ребенке, то иногда можно, в принципе, опираться на этот потенциал и говорить, ну, вырасти, да, надо только создать определенные условия, ну, как зерно, какие условия, почва, да, поливать, дождик, солнышко, ну, и как-то, чтобы не было, там, не знаю, ураганов, каких-то сапогов, которые по нему ходили, ну, то есть, какие-то условия безопасности. В раннем развитии таятся достаточно много опасностей. Нейропсихологи про это прекрасно знают, что если вы пытаетесь развивать те отделы мозга или предлагаете ребенку деятельность, которая его мозг еще не созрел, то он все равно будет откликаться этими отделами мозга, но тогда пропустится то развитие, которому ребенок в данном случае сенситивен. Ну, то есть, не знаю, в годик ему можно давать какие-то логические задачки? Теоретически можно, да, или учить буквы? Теоретически можно. Конечно, он может начать учить буквы, если мама этого очень хочет, но на самом деле что нужно делать ребенку в годик? Ползать, двигаться, осваивать пространство, свое тело, слез за лес, вытаскивать, затаскивать, не знаю, там, учиться прыгать, поворачиваться, ну, и так далее. А если мы развиваем другое в это время его функции мозга, да, то эти остаются неразвитыми. И в результате, я тоже часто рассказываю, что целая область науки и практики нейропсихология развивается, да, она состоит в том, что ребенка в 7-8-9 лет по-моему, старше 9-ти они не берут, приводит к нейропсихологу, и он пытается скомпенсировать, доразвить те области, которые оказались там не совсем развиты с помощью специальных упражнений. Но доразвить это все равно, что предложить протез вместо живой ноги. Ну, то есть, да, ребенок сможет этим пользоваться, но он будет пользоваться значительно хуже, чем если это у него бы развивалось естественным образом. И в этом смысле вот это иногда гиперраннее развитие, попытка обогнать и перегнать всех детей на свете, да, приводит к тому, что, ну, мы подводим своего ребенка, мы идем против природы, да, и что-то из этого нарушается. Но если вы позамечаете, посмотрите за детьми в силу вот этого опираться-то на природу, то вы увидите, что делают малыши. Они не тянутся к буквам, они не тянутся к книжкам, они тянутся к кубикам строить башенку, они тянутся к дивану, в который надо залезть, слезть к подушкам, спрятаться, чего-то найтись, побегать, в догонялки поиграть, они к этому тянутся, да, потому что именно это и должно развиваться в этом возрасте, да, и если мы иногда предпринимаем много вот такого усилия-насилия, да, то иногда, может быть, это значит, что идем против природы какой-то, хотя понятно, что в определенный срок нужно научить его читать, писать, говорить по-английски, там, не знаю, что, плавать, истории, там, литературе, и чем-то еще, но, к примеру, если ребенок не очень к математике приспособлен, да, то мы должны понимать, что он должен взять математику в школе, ну, в рамках школьной программы, ну, условно говоря, ну, на 3-4, ну, что, хотя бы какую-то базу, пусть у него будет этой математики, ну, конечно, может, нам не стоит из него специально делать математика, а, к примеру, он там, я не знаю, хорошо поет, или любит историю, ну, наверное, в этой области нам стоит его развивать, но если в семье все математики, то, да, то тогда довольно будет трудно переориентироваться на историю, они скажут, что это не предмет, это не образование, ты не, кем ты будешь, закончив исторический факультет, учителем истории, ты знаешь, сколько зарабатывает учитель, ну, и понеслась, да, и так далее, отчасти они будут правы, да, потому что они заботятся о ребенке, да, а с другой стороны, если он пойдет в технический вуз, учиться он там будет на тройке, скорее всего, если будет, может, то идет после второго курса, когда он окрепнет, как бы, в своей сепарации, скажет, пошел-ка я петь, да, или поехал-ка я в Монголию на раскопки, или там еще куда-нибудь. Что еще я не сказала? Лучшая мотивация к росту и развитию это естественный интерес и хорошая связь с самим собой. Очень простые и одновременно сложные штуки. Естественный интерес у детей есть, но его легко убить тем, что мы навязываем или требуется, или нужно, или иногда учитель не очень умеет интересно это преподать, читать, он читает занудно, так, как будто бы перед ним там 25-летние люди, а не дети там с 7 лет, с 8 лет и так далее. Ну, то есть, в принципе, если уметь заинтересовать детей, и сейчас в Москве, вы знаете, есть такие школы, где вот дети учатся счастливо, потому что им очень интересно преподают предметы. И хорошая связь с самим собой. Это тоже одновременно вроде бы простая вещь, но на самом деле не такая тривиальная. Те дети, которые хорошо знают, кто я такой, что я умею, что я не умею, не знаю, что мне сложно, я где-то я себя прощаю, где-то я умею себя напрячь, ну и так далее. Когда он хорошо знает себя, то, конечно, развиваться ему значительно легче, интереснее, он делает это проще, его не надо как-то понукать к развитию. Понятно, что есть периодизации в развитии, что должен делать ребенок там на каждом этапе. Это можно почитать в интернете, потому что есть педиатрические периодизации, есть психологические периодизации, что как бы нормально делать в каждом возрасте. Я даже на этом останавливаться не буду, поскольку там это все можно найти. Но нам важно понимать, что, конечно, развитие индивидуально. И даже если ваш ребенок не попадает в какой-то там в эти периоды и нормы, не надо там пугаться, ну, не знаю, до трех лет не заговорил, ну, можно, конечно, попробовать там пойти к логопедам или психологам по поводу, поразбираться с этим, причину, почему он не говорит. Но в целом, как бы, если ребенок в чем-то не укладывается там в эти периоды, не надо паниковать, потому что, конечно, развитие детей часто индивидуально, какие-то дети, поскольку я работала в школе, я это видела, как ребенок развивается, как он берет учебную программу, кто-то, например, там сидит, молчит, и кажется, какой-нибудь Вася сидит, тупит, ничего не вынимает, вроде бы, как-то домашки делает плохо, да, потом бац, и как будто бы отлично пишет контрольную, и вообще оказывается там Вася хороший математик, потому что у него сложилась в голове какая-то система, он вдруг понял, как это работает, да, и прекрасно стал все делать и беспробленно. Какие-то дети наоборот, они, например, какие-то постоянные, у него такой постоянный, медленный рост, спокойный, радость родительская, конечно, ходит в школу, постепенно приумножает свои знания, учится на 4-5, без каких-то там вот таких заскоков и так далее, и все время там приумножает свои навыки и развитие. Какие-то дети действительно зигзагообразные, что-то тут понял и здесь раз ярко проявил свой талант, потом бросил, сказал, я не хочу больше, мне не интересно, это ваша история, я буду математиком, в математике что-то рванул, потом математику как-то бросил, ну, то есть какими-то вот такими своими зигзагами развиваются. На самом деле, ну, не надо паниковать, у нас же как срабатывает, мы начинаем сравнивать волей-неволей, если наш зигзагообразный, мы обязательно смотрим на одноклассницу Машу, которая ходит, портфельчик чистый, уроки сделаны всегда, 4-5, да, а наш-то вот то 2, то 3, то 5, то олимпиада выиграна, то все провалено, и думаю, ну, что с ним не так, ну, вообще, что, сплошное расстройство, да, ну, сейчас большинство родителей знают, что не надо хотя бы вслух сравнивать детей, да, они сравнивают тайно, мучаются втихаря, да, вот про то, что, ну, да, Маша-то хорошая, мой-то что, вот что мой-то, и так далее, но все равно это трудно, правда, это трудно не сравнивать детей, ну, это часто происходит именно потому, что мы, во-первых, любим, волнуемся, а с другой стороны, раздвигаемся, а вдруг, а вдруг мы что-то упустили, а вдруг надо что-то, вдруг это не норма, да, поэтому, конечно, волей-неволей, но сравнение часто, мы же, опять же, сложность такая в том, что мы ищем сравнение чаще не в нашу пользу, то есть мы не замечаем тучи детей, которые учатся хуже нашего ребенка и развиваются хуже нашего ребенка, мы же обязательно олимпиадников думаем или каких-то там золотомедалистов, да, и думаем, ну, мой, ты не золотой медалью заканчивает, вот, но при этом, возможно, наш гораздо более счастливее, активнее, веселее, друзей больше, жизнь круче и так далее, но, а вдруг, вдруг что-то мы упустили, надо было за медаль бороться и так далее, это трудно не сравнивать, и я это прекрасно понимаю. Собственно, самое лучшее для развития ребенка, в том числе для развития его самостоятельности, это растить детей в достаточно большой, расширенной семье, желательно ни одной матери, да, потому что, как мы уже говорили, мать-одиночка или какой-то вот такой сильная связь и мало людей очень мешает этому развитию, очень его как-то стагнирует, и поэтому чем шире семья, чем у ребенка больше возможностей, друзей, знакомых, близких, самых разных, тем, как правило, больше вариантов, что он будет развиваться, причем как-то в этой обогащенной среде будет развиваться именно следуя своей природе, а не какому-то родительскому неврозу. Собственно, у меня все по лекции, дальше я готова отвечать на ваши вопросы, у нас с вами есть полчаса. Давайте. Потом. добиваться детские выражения, я не могу помогли мне «мама, давай вместе». «Мама, давай вместе» неплохая фраза, да, на «я не могу» можно сказать, ну да, возможно, тебе это трудно, давай вместе, давай, попробуем, можно показать вместе, а потом говорит «теперь давай сам». Ну, то есть я не могу, не смогу, у меня не получится, мы можем сказать, все так переживают, правда, может и не получиться, но важно попробовать тебе самому тоже, да, ну, тогда начинает пробовать. довольно часто есть ситуация, если бы вы говорили про семьи полные и семьи не полные, вы описали две яркие крайности, которые очень часто бывают, что либо есть мама и папа, либо есть мать-одиночка, а отец, ну, просто отсутствует как класс. Ну, например, с моим бабочином, я знаю такую ситуацию в нескольких семей, что, ну, мужчина и женщина есть, но мужчина принимает участие в испытании ребенка, причем с Илой или дочери, вот, про дочери тоже хотелось этого с тобой что-то слышать, так вот, как и мужчина действительно берет на себя роль такого, как бы, который говорит, ну, давай, допустим, дадим ребенку больше самостоятельности, допустим, вот эта классика есть, но его роль отца присутствует, а его роли мужа уже нет и не будет, и там могут быть разные истории, что есть, но муж нет, но он уже как тогда выстраивает эту частину вот при таком раскладе? Это замечательно, что есть отец, и он не теряет связи, и готов участвовать в сыне или в дочери, тогда появляются две фигуры такие отцовские, которые по-своему заботятся, один биологический отец, другой, ну, мужчина матери, если он там появляется в какой-то момент, и здесь скорее есть надежда, что у них не будет конкуренции у двух этих мужчин за ребенка, да, и чтобы этой конкуренции не было, нам надо понимать, что, конечно, биологический папа, он всегда, ну, биологический, реальный отец, он всегда, в общем, отец, и он в каком-то там приоритете, в стратегическом приоритете, то есть он может стратегически думать о том, все-таки, я не знаю, в какой лагерь отправить ребенка, в какой институт его поступить и так далее, то есть он про это думает, болеет и так далее, но в каждодневной бытовой ситуации, да, тот мужчина, который с ним живет, его как бы второй отец, или там названный отец, или отчим, как уж там его назвать, он часто все равно будет откликаться в бытовой ситуации, тоже своими там границами, правилами, какой-то стратегией давай делай, давай справляйся сам и так далее. Безусловная ситуация женщина, новый мужчина, там ребенок, отчим, она бывает часто какая-то напряженная, если они не найдут это место, да, как только мужчина находит место, он говорит, я, конечно, расчу этого ребенка, но на мне есть какая-то там ответственность за его жизнь, здоровье и все такое, но если у него есть отец, то во многом отец и мать продолжают о нем какую-то такую символическую основную заботу, берут на себя это. Но, как правило, так редко бывает, когда это две сильные мужские фигуры, потому что если она развелась с мужчиной, она часто волей-неволей делает его слабым, пытается его отстранить или как-то не очень жаждет, чтобы он так активно принимал участие в семье, ну, потому что иногда бывает там обиженно, и не нравится там ей все, и так далее. Но по факту, чем больше в жизни ребенка адекватных, хороших людей, тем лучше. А если эта ситуация неравновесная, что, допустим, у женщины нет жизни, там это отдельная история, но при этом есть отец, который принимает участие, есть какой-то перекос, что есть мать, которая находится в слиянии с ребенком, есть, допустим, отец, который не то чтобы хотел сам находиться в слиянии, а хотел бы для него более какого-то поступательного развития. Как тут искать гармонию и конструктив? Ну, прекрасно. Мать может его сливать с собой, продолжать и заботиться по-своему, но если отец видится с ребенком все-таки регулярно, не там раз в месяц или раз в полгода, а все-таки с какой-то регулярностью, он, собственно, эту функцию продолжает выполнять. Как-то его инициирует на что-то, сподвигает на что-то, делает что-то. для него как бы учит его чему-то, каким-то навыкам. Одно еще из важных, что я, может быть, упустила, не сказала, что нам иногда не нужно бросать ребенка куда-то, а важно, собственно, научить его это делать. Иначе получится, как в анекдоте, который мне очень нравится, про то, что мой папа хотел научить меня плавать. Он вывез меня на середину озера и бросил в озеро и уплыл к берегу. Когда я добрался до берега, я написал на него в полицию, так я научился писать и плавать. Потому что на самом деле у некоторых отцов есть такая идея, чтобы научить ребенка, вернее, сподвигнуть его к развитию, надо его вбросить в какую-то ужасно тяжелую ситуацию. Пусть выплывает. А на самом деле, конечно, ребенка важно учить. Даже езде на велосипеде, еще каким-то навыкам и так далее. Но не все умеют учить. И в этом, конечно, сложность. Ну и в ситуации разведенных родителей это сложно. У них обычно все равно много, особенно в первые годы после развода, много напряжения, обид, сложностей и так далее. Если они смогли это все переработать, они могут спокойно разделять эти роли. Даже если папа не живет дома и не спит в этой кровати, но все равно папа как-то заботится о развитии будущего ребенка, что-то он делает. И когда ребенок приходит домой от папы, мама все-таки пытается унять свою обиду, тревогу и не говорит, что это ты там делал с отцом. Она радуется и говорит, что ты делал с папой там? Отлично, супер, я рада за вас там и так далее. тогда всем хорошо. Все равно лучше, если мама, конечно, попробует найти мужчину, потому что ребенок же будет вырастать и уходить от нее. Ей нужно не оставаться одной. Хотя бы в перспективе важно, чтобы у нее что-то появилось в этой жизни, кроме ребенка с мамой. что касается сепарации подросткового возраста, мне кажется, в этот момент тревога мамы возрастает разы в разы, потому что там уже совсем и у ребенка тоже злость появляется, очень сильная и какие-либо больные лечения к приключениям друзей, бывают опасные какие-то лечения. Как здесь какие-то сепарации подросткового возраста прекрасны тем, что она почти неостановима. То есть сам подростковый возраст, гормоны, сам вот этот процесс довольно бурный, да, он приводит к тому, что матери ребенка не удержать чаще всего, ну, если она не совсем сумасшедшая, да. Подростковый возраст помогает нам тем, что вся природа психика, она за то, чтобы он хоть как-то попытался отделиться. Сложность здесь в том, что это правда очень тяжело переживать, причем как ребенку, так и матери. Но ребенку-то ладно, он уже условно говоря полез на какую-то гору, у него нет пути назад, только вперед, да. А у мамы и у родителей как будто остается надежда, страх или иллюзия, что сейчас можно вернуть снова послушание, да, мамочка, там, вот как бы правильные занятия, родительские ценности, это раз. А второе, конечно, мы очень боимся, что он сорвется, когда мы видим, как он лезет в эту гору, в эту взрослую жизнь, самый большой на страх, что сейчас сорвется, сейчас что-то произойдет, слишком опасные увлечения, слишком страшные пробы и так далее. И по факту они временами и срываются, может так случиться, что когда-нибудь будет первая сигарета, первый алкоголь, там, непонятно, как он это выпьет ли нормально или выпьет сверх нормы и так далее. Но нам нужно стоять внизу горы, да, и как-то успеть его подхватить. И очень важно, чтобы он мог на нас рассчитывать. Поэтому я обычно родителям говорю о том, что нужно всячески стараться не рассориться вдрызг с подростком, да, ну как-то надо оставаться в отношениях. Они с ума сходят, они нас бесят, они тяжелые люди, эти подростки. Но важно давать им послание, я есть, мы рядом, со всей бедой, ты можешь прийти домой, к нам и нам рассказать. И если такая возможность есть, то, как правило, никаких трагедий не происходит. Происходят драмы, но трагедии нет. Трагедия происходит тогда, когда он понимает, что какие-то сложные дела сделаны, а не у кого спросить, не к кому прийти, не у кого посоветоваться. И тогда они могут выбрать в советчики неправильных людей или кого угодно, или оказаться в одиночестве, в отчаянии, непонятно, что там сделать. Поэтому, как правило, родителям-подросткам, я говорю, правило первое, это пройдет. То есть подростковый кризис, каким бы он ни был бурным, он пройдет. И через там два-три года вы увидите прекрасных людей, и вы будете ими восхищаться, и, в общем, не знаю, радоваться тому, какие они прекрасны. опять же, помогает иногда общение с какими-то другими, может быть, родственниками, которые позитивно относятся к ребенку, потому что они иногда могут напомнить, они могут сказать, вспомни нашу Варечку, она прекрасная, она вот в том числе добрая девочка, вот это делает, вот это делает. Когда они описывают нам позитивную сторону вот этого нашего ужасного подростка, мы думаем, ну, может, ничего, может, пронесет нас всех, да, и это позволяет нам, ну, как-то продержаться, пройти по этому канату. В целом, тяжелое время, ну, если пойти к психологу, ну, можно как-то пережить, помочь, там, и подростку часто нужен психолог, потому что ему как-то нужно это пережить, бунт, ну, и родителю тоже иногда не помешает, чтобы кто-то его как-то так держал и говорил ему, через это пройдете, а вот здесь уже можно волноваться, там, и так далее. Вы хотели, да. А вот Вы сейчас говорили, что лучше для развития, когда ребенок растет в большой семье, когда нет такой возможности, когда ребенок растет в основном с мамой и папой, бабушки, дедушки очень редко управлять в своей жизни, но есть, там, наши друзья с детьми его же возраста, то есть, часто это пытается коммуникация, насколько необходим детский сад для этого развития? Людмила Витероноска говорит, что он не особо это и нужен, как бы, а Вы как считаете? Ну, смотря... И чем можно заменить вот это вот сейчас развитие маленького ребенка, да, если не отдавать детский сад и нет на общих дедушек, чем это можно заменить, чтобы его там не заступили в клетку? Ну, я скорее за детский сад в определенном возрасте, то есть, я считаю, что если ребенок там, я не знаю, в 4-5 лет пойдет в детский сад и перед школой, как-то хороший детский сад, конечно, да, какой-то воспримет эту систему, режим, взаимоотношения какие-то вертикальные с воспитателями, горизонтальные с другими детьми, да, какие-то дисциплинарные моменты, вообще сможет воспринимать какой-то коллектив детей, да, то этого неплохо подготовить к школе. 4-5. Да. Понимаете, начиная с 3-х лет, на мой взгляд, часто мать является уже бедной средой для ребенка, да, ну, ему хочется играть, ему хочется, не каждая мать может увлеченно играть с ребенком там довольно долгое время, часами, да, потому что это часто скучно, а во-вторых, у нас дела и так далее. А игра является наиболее развивающим компонентом для детей, да, и когда эта игра ненаправленная, типа, сейчас все дети играют в английский язык, а когда она свободная игра, то она прекрасно развивает детей, но для этого нужны другие дети. Игра с мамой, игра с ровесниками, игра с мамой, игра с ровесниками разные, могут прийти, приходить играть дети друзей, да, то есть этот компонент в плане игры можно компенсировать тем, что приходят играть другие дети, но компонент дисциплины, системы и отношений этим не задашь, потому что ребенок, как я говорю, там, ну, если он году уже всех знает, там, как на них воздействовать, на папу с мамой, да, то уж к четырем он их знает как облупленных, да, то есть ничего нового про эти вертикальные связи я и мама он не получит, а ему предстоит, ну, да, ему предстоит новые вертикальные связи с его учителем, школой там и так далее. Понятно, что он их тоже освоит и некоторые дети не ходят в садик, они сразу там идут в школу, но просто это бывает дополнительной нагрузкой, то есть и так школа, нагрузка, да, это же надо предметы, знания, учиться, а еще и отношения, поэтому если он получит этот опыт заранее, я не вижу в этом ничего плохого, и это к тому же разгрузит родителя все-таки, ну, там, ребенок в садике, в это время мама может снова начать осваивать свою жизнь, потому что бывает сложно, когда она с ним сидит до семи, потом он идет в школу, она освобождается и вроде бы нужно там, не знаю, вспоминать, что она когда-то работала, да, но если она семь лет уже не работала, ей бывает трудно выйти, и тогда у нее возникает искушение сказать, а как он будет приходить, а домашка, и вот она в него вцепляется, да, еще домашка, а потом, значит, не знаю, средняя школа, пятом классе, как он с другими, с разными учителями-то, да, а потом подростковый возраст, если она его никак не отделяла, то в подростковом возрасте он начинает отделяться, это какой начинается трэш, простите, да, вот, и поэтому, ну, садик это такая некая тоже сепарация, это новая ситуация, к которой ребенку нужно приспособиться, если садик хороший, там, да, проблема найти хорошая, ну, в Москве есть, как бы, я так слышу, коллеги отводят детей, и с этим становится, как бы, все лучше, хотя это может быть, конечно, проблема, в зависимости от района, от финансовых условий, и так далее, но я не считаю, что это плохо, да, там кто-то, вы, а ребенок не может ходить в сад, достаточно замк, ну, стеснительный, как научиться устраивать так процесс, чтобы их почти сама, если у ребенка не ходить, потому что, такое быть, и, потому что, моя первая реакция, сразу как кожан, защитить своего ребенка от его, не знаю, воспитательства, что-то не так сделала, там, когда-нибудь девочек, что-то, 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 что-то сказала, и все, ребенок замукает, в свое время, он должен, встать, не хочу писать, научиться устраивать, научиться ее, на не себя. Ну, тут отчасти, да, но с другой стороны, смотрите, мне кажется, что если у ребенка проблемы с равными, ну, то есть с ребятками, такими же, как он, да, то наша задача, скорее, не пытаться защищать вот какой-нибудь злобной Анечке в садике, да, а наша задача, это обговаривать, он приходит и говорит, вот там, нянечка обижает, лупит совком по голове все время, так обидно, больно, и все такое, наша задача помочь ему, как бы, не говорит, просто не хочет, ну, это тоже интересно, почему не хочет говорить, да, с вами, иногда дети не хотят говорить с мамой о сложностях, потому что у них ощущение, что это перегрузит маму, мама будет, оверреакцию выдаст, да, 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 мама выдаст избыточную реакцию, тем самым еще его больше напугает или навредит, или пойдет, излупит всех этих Ань, и ему же будет тяжелее от этого, вот, и поэтому, как бы, если мама реагирует сильно, активно, вы говорите, я и коршин, то он может просто, да, 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 это хорошо, что вы про это думаете, замечаете, как бы, и поэтому, если с равными себе у него сложности, вы это просто пробуете обсуждать, если ребенок не разговаривает, то можно рассказывать, через сказку, через сказку, или свою историю, сказать, я тоже ходила в садик, тоже там не дружила иногда с ребятками, был у меня Вася, который меня лупил, я вот с ним вот так-то, и так далее, через свою историю, если это проблема с воспитателем, то и тогда нам иногда надо включаться, идти разговаривать с воспитателем, потому что воспитатель сверху, ребенок снизу, он далеко не всегда может сказать воспитателю, Марья Ивановна, вы меня унижаете, да, или нарушаете мои права, это трудно, наша задача прийти к воспитателю, поскольку с ней мы равны, а ребенок нет. Понимаете, там не всегда может быть унижает, а просто критику не воспринимает. Ну, наверное, тогда мы можем его просто поддержать, если она не переходит какие-то рамки и границы, а просто к ним строга, требует выполнения правил, то можно сказать, да, наверное, переживаешь, строгая у вас, Марья Ивановна, это сложно, действительно, как бы... А в реакции, я не хочу этих садик, любая трудность, я не хочу. Ну, если... Сколько лет-то? Четыре с половиной. И это уже нужно в вашей семье, нужно вам, мы говорим, что... Значит, ей нужно ходить. Вы говорите, я понимаю, что ты не любишь садик, но туда ходить важно. Я хочу, чтобы ты туда ходила. Ты можешь ходить туда без любви, ты можешь ходить, злиться на этот садик, ты можешь даже злиться на меня, что я тебя отвожу, но это очень важно. Ты можешь просто приходить и иногда жаловаться, когда у тебя плохой день в садике и радоваться, когда он у тебя хороший. Потому что часто дети, уходя в садик, они воспринимают эту ситуацию через материнское сердце. И если мать отводит его так в тигру ко львам, типа, сейчас все его покалечат, ребенок, конечно, думает, что меня сейчас там все покалечат, я не пойду туда. Он считывает это с материнской психики. И поэтому, если мама спокойно, уверенно, она понимает, что это нужно сейчас для его развития и для нее самой и так далее, она просто говорит, это нужно, это может быть трудно, ты можешь это не любить, я готова с тобой про это разговаривать, разбираться, но ты туда идешь. Потому что в садик еще ребенок может ходить и не ходить, а в школу навязан ходить по закону Российской Федерации о всеобщем среднем образовании. Он не может не ходить в школу. И ему в конце... Ну, он все равно... Расскажите, вот про этот концерт тоже. Простите, пожалуйста. Да. У нас есть несколько вопросов, но я просто не могу сделать так, чтобы вы не задали вопрос. Вот был вопрос про разведенную пару, включенного отца и отсутствующего партнера матери. Вопрос, как быть с моделями поведения, когда модель отца есть, а модель мужа нет? Видимо, это для девочки. То есть так у нее будет формироваться? Вот, конечно. И в каком-то смысле, если у этого отца, с которым они разведены, есть жена, например, то неплохо бы, если бы девочка видела, как ее отец со своей мачехой, со своей мачехой, с другой женой, пока это все-таки это женско-мужская пара, которую она видит. С другой стороны, маме тоже неплохо бы задуматься о том, что, ну, может, тоже у меня будет какой-то мужчина, с которым я тоже буду являться моделью женской-мужской пары. И поэтому здесь важно понимать, если хотя бы одна такая модель есть, то уже неплохо. Ну, например, окей, если никого нет, папа живет один разведенный, мама живет одна разведенная, ну, так вот случилось у них, да, то может хотя бы бабушка с дедушкой живут парой, да, ну, пусть они такая престарелая женско-мужская пара, ну, там хоть какая-то. Или друзья, да, друзья, в которые там ребенок ходит и видит, как там женско-мужская пара взаимодействует. Это тоже может спасти положение. Ваш вопрос. Потом бы. Если мама работает и исполняет мужские функции, а папа сидит с ребенком, влияет ли это на понимание когда ребенок вырастает, который подстроит пара к отношению? Это нормальная ситуация, немножко сложная по формированию идентичности, да, но в этом смысле мальчик, как ему мужскую идентичность формировать, ему может быть, если это мальчик по генотипу похожий на папу, ну такой тихий, мягкий, спокойный, да, он может сказать, ну окей, вырасту, я вот тоже буду сидеть со своими детьми, я тоже буду домохозяином, и это вот какая-то нормальная история. А если родился у них амбициозный мальчик, например, да, а папа сидит с детьми, то есть ему непонятно, с кого писать свою историю, с кем идентифицироваться, вроде с мамой амбициозной и работающей, вроде я не женщина, да, тут немножко возникают какие-то сложности определенные, ну там, наверное, по-своему преодолимые, но сложности. Еще там вопрос? Про сепарацию, когда с одним из родителей сепарация произошла, а с другим из родителей не произошла. Единственное, я не очень поняла возраст, да, ну, может быть, это глобально подойти, когда сепарация не произошла? 10 к 11? Ну, не знаю, сепарация как процесс это все равно не отделенность от родительской фигуры той или другой, сепарация как процесс это постепенное взросление, то есть постепенная опора на себя, переработка детских моделей, возможность осваивания более взрослой ответственности и так далее. Скорее, в этом вопросе видимо звучит так, что один родитель довольно сильно прицеплен, слиятелен, да, от другой это двинут или отстранился по каким-то причинам. И это пока не про сепарацию, да, и не про взросление, это пока про неравновесную ситуацию. Поэтому сепарация это то, как ребенок это будет перерабатывать, как он будет взрослеть. И может так случиться, что он потом отделится, если фигура не слишком потом слиятельная, материнская, например. Но если у него с отцом не было связи, то ему будет трудно взрослеть и сепарироваться, потому что связи с отцом все-таки не было. То есть он трудно сепарироваться от недостаточной фигуры. Например, когда родитель рано умер или рано исчез из жизни человека. То есть это же дыра, от нее очень трудно отделиться. То есть ему сначала нужно приобрести опять объект, а потом уже от него сепарироваться. Еще вопрос. Вы? Да. А что вы? или нахать уже подробщик людей? Дело в том, что школа перестала являться какой-то точкой интереса и вообще приобретение знаний. Знаний интересные есть где, информации много. Школа явно не собирается успевать за этим информационным вопросом, поэтому она превращается в какую-то обязаловку, не понимать, что в школу не ходить нельзя, но сродни каких-то татархи. Я туда пошел, мне там нравится, как-то с подростками помочь мне. Ну, все-таки если мы живем в Москве, здесь, конечно, больше возможностей искать ребенку школу, если финансы позволяют, есть школы довольно интересные, где детей заинтересовывают учиться. Но если таких возможностей нет, и ребенок вынужден ходить в школу по району, там, где он живет, или там нет для частной школы каких-то финансовых возможностей, то подростку мы говорим о том, что, ну, действительно, да, может быть, тебе там не нравятся учителя, или тебе там не нравятся предметы, или как читают, но при этом ты просто все равно учишься, да, ты можешь учиться с этой нелюбовью, да, и с отсутствием интереса. Когда ты ее закончишь, ты сможешь освободиться, ну, и искать себе место поинтереснее, более интересный вуз, там, более интересное место жизни, да, и так далее. Но если есть возможность, можно с ребенком обсудить, сказать, ну, ты готов перейти, я не знаю, в другой интересный лицей, или в какое-то там другое место, потому что нельзя сказать, что все школы плохие, или все отстают, и так далее. Поэтому это зависит от конкретной ситуации. Есть очень консервативные школы, и там, например, очень консервативные родители, им все нравится, нравится, что так неинтересно, что так строго, что их там дрючат, все довольные, да. Но на самом деле, как я в книжке писала, и вообще считаю, что нам надо выбирать школу, исходя из наших ценностей, да, родительских, в зависимости от того, на что мы настроены. Если там на учебу с утра до ночи, мы ищем такие школы. Если на личность ребенка, есть такие школы тоже, да. В Москве это просто прекрасно. Не знаю, жили бы мы, я не знаю, в какой-нибудь Урюбинске, потому что там две школы всего, там выбора нет, да. И тогда мы просто говорим, ну учись, сынок, да, это скучно, трудно, но тогда мы пытаемся найти интересы где-то в других местах, но может быть, ему интересен там прекрасный там гитара или язык, или там преподаватель, можем сказать. Гитара будет то, что его будет наполнять, да, как бы, поскольку это ему интересно, а это будет позволять выдерживать, ну, вот эту школу скучную. Да. У меня есть такая родительская тревога, что ребенок не пойдет дальше учиться в ВУЗ. Он говорит, я не буду, ну, куда поступать, ну, подростковый возраст, у меня все хорошо, он начал обрабатывать деньги, пишет музыку, говорит, я, мне не надо, я не хочу, как вы, вот это вот, вот это все, шаблонно, вот у семен, и так. У меня есть тревога на эту тему, я думаю, может, что-то можно сделать, или уже ничего не смесли. Мы живыми упущены, надо было искать действительно хорошую школу, где будет интересно ребенку, и тогда у него будет шанс, что, наверное, в институте тоже там же будет интересно. Вот здесь сложно у нас в том, что российский тренд, он, конечно, звучит так, школа-институт, желательно без перерыва вообще, ну, то есть в два месяца перерыв между одним и другим, да, и если ребенок не поступает в институт, то это прям провал. Его как ребенка, нас как родителей, всеобщий провал, он не поступил в институт. Но на самом деле, ну, в мире, в западном мире, все далеко не так, и не обязательно, ну, как сказать, отсутствие института не означает там полного провала. Хотя по факту сейчас по-прежнему социальная ситуация такая, что даже если вас будет уборщица нанимать, скажут, а диплом у вас есть, потому что там, я не знаю, сейчас с дипломом практически все, ну, о высшем образовании. Но по факту, ну, во-первых, не всем, наверное, нужно высшее образование. Во-вторых, пойти и получать высшее образование можно в любой момент. Ну, сейчас, по крайней мере, да, то есть, ну, понятно, что там, если мальчик, то армия может еще вклиниться в это дело, да, но если он готов перенести армию, окей, он сходил в армию, он там поработал, он поискал себя, он попробовал композитором, он понял, что ему не хватает образования, например, все вокруг имеют образование, а он какая-то белая ворона, да, он приходит и говорит, мама, наверное, я хочу поучиться, и можно сказать, ну, давай, там, заработай на свою учебу, или я помогу тебе, там, отчасти, да, и он может закончить образование, в принципе, там, в какой-то любой момент времени своей жизни. Но переживать вот эту родительскую тревогу, конечно, сложно. И более того, ну, конечно, это возраст, который, в принципе, сензитивен, предрасположен для того, чтобы продолжить учиться. А сейчас, опять же, молодежный тренд к тому, что зачем мне учиться, я сделал канал на Ютубе, и я в порядке, да, и много вот этой виртуальности в головах у детей, о том, как можно быстро обогатиться, или как быстро у меня уже есть занятия, да, но с другой стороны, мы тоже говорим об этом, и я говорю детям, сейчас быть необразованным не модно, это не обязательно делать, там, обязательно через высшее образование, да, но сейчас все больше людей, даже у тех, у кого есть образование, они продолжают учиться, да, курсы, лекции, там, что-то еще, то есть, может быть, если мы не будем зацикливаться на образовании, как обязательно институте, высшем учебном заведении, то тогда мы можем сказать, слушай, ну, наверное, какой-то мне захочется тебе учиться, так давай, я тебя поддержу, ну, то есть, все-таки, высшее образование, не панацея, ни от чего, хотя тревогу материнскую снижают, это я прекрасно понимаю, последний вопрос, вы, Надя, Я хотела узнать, если семья большая, и там, если у вас есть, у вас есть, алина, и как жить, когда вы неудобно, если семья нет, со мной не начали, если у вас есть, то есть, если его в этой большой семье кто-то не отпускает, удерживает, удерживает, да, конечно, когда нас отпускают, сепарироваться бывает легче, взрослеть бывает легче, если нас удерживает, то взрослому человеку, который пытается сепарироваться, ему нужно перерабатывать больше вины, больше какой-то диалога с ними, больше выдерживать их обид, их тревог, их недовольство, да, о том, что, ну, почему ты к нам не приезжаешь, там, каждый вторг, в среду, четверг, там, и пятницу, да, мы говорим, ну, у нас, понимаешь, бабушка, свои дела, и у нас там какие-то свои интересы, а как же я, там, бла-бла-бла, ну, прости, ну, и так далее, то есть есть тогда взрослому ребенку требуется дополнительная работа по переработке вот этой какой-то своей вины и тревоги за них, да, и когда многие что делают, пытаются, они говорят, на тебе, мам, кошку, я тебе кошку принесла, да, ну, типа вот занимать, или давай мы купим тебе дачу, мам, как хорошо, вот смотри, дача, свежий воздух, да, то есть они предлагают родителю какую-то замену, да, занятие, иногда это срабатывает, потому что они переключаются, и всем хорошо. Хорошо, друзья мои, спасибо большое за ваш интерес. Спасибо.